Всем привет дорогие друзья! С вами Кекс и сегодня мы будем с вами готовить корн-доги. Это очень простой рецепт сосисок в тесте, для которых не нужно возиться особо с тестом. Это тесто готовится реально за 3 минуты и сами сосиски эти готовятся минут за 15. Целая гора вот такая вот сосисок в тесте. Давайте попробуем, это все реально очень просто. Беру молоко, молоко с холодильника, температура не имеет значения, добавляю яйцо. Яйцо у меня домашнее, поэтому у меня все уже такое желтое. Можно добавить сюда немножечко паприки и для аромата и для цвета. Сразу же массу посолили. Теперь я буду добавлять сюда разрыхлитель. Можно добавлять либо только разрыхлитель, либо соду, либо в комбинации. Количество, смотрите, вот суммируйте данное количество, если вы будете добавлять что-то одно. Соду мы будем гасить, потому что у нас здесь молоко. Если вы решите приготовить это же тесто на кефире, а его можно сделать в равных пропорциях на кефире, то гасить соду не нужно. Кефир все сделает это за вас. Добавили наши разрыхлители в тесто, точнее в жидкость и теперь я уже сюда просеиваю муку. Изначально просеиваю сюда 100 грамм и буду смотреть по консистенции, нужно ли мне больше. У каждого мука разная, смотрите по вашей консистенции. Все хорошенечко перемешала. Мое тесто еще немножечко жидковатое, оно будет попросту стекать с моих сосисок. Поэтому я добавляю еще 20 грамм муки. Опять все хорошо перемешиваю. В любом случае, если тесто получится чуть более густым, чем мне нужно, либо оно загустеет в процессе, сюда можно добавить немножечко воды, либо молока. Тем самым разбавив его точно так же, как мы делаем, допустим, на блины. Вот такая вот консистенция теста примерно. Для того, чтобы сэкономить количество масла в использовании и не наполнять целую кастрюльку, я буду использовать обычно вот такую вот жестяную банку. Подравниваю края, чтобы не пораниться об них. Выравниваю, эта банка прекрасно подходит для пищевых продуктов, поэтому буду использовать ее, наполняя ее маслом и ставлю разогреваться. Пока масло греется, подготовлю сосиски. Сосиски лучше использовать вот такие вот в клеенчатой упаковке, они в натуральной шкурке, потому что те чаще лопаются, а такие нет, они более однородные. Беру бамбуковую шпажку, лучше взять шпажки, которые для суши, они более широкие и сосиски на них не крутятся. Тесто перелила в чашку, так удобнее макать. Окунаю сосиску и смотрю, чтобы она полностью была у меня равномерно покрыта тестом. Все, теперь ее можно опускать в разогретое масло и поджарить. Масло должно быть хорошо разогрето, огонь ниже среднего. Все должно начать сразу бурлить и жариться. Не очень горячее, для того, чтобы она у нас не пригорела. И вот такие вот красивые-красивые у нас сосисочки получились. Их можно снять со шпажек и получатся просто сосиски в тесте. А можно оставить вот так вот на шпажках, так тоже очень интересно кушать прямо на палочке, как конфету. И вот такая вот хора. Очень вкусно, очень сытно и всем-всем нравится. Обязательно попробуйте, это очень легко и просто. Удачной вам готовки, а с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч, пока-пока!